всем привет привет сейчас отправляемся к роману который прокачивает свой байк посмотрим как обстоят у него дела приехали к роману о романыч дарова сто лет вас не видел не слышал как ваши дела да хорошо привет привет ребята стареть у нас сегодня вторая часть видео давайте посмотрим что получилось так у нас это все практически закончилась он ожил он работает из остаточного что нам надо закончить должны прийти новые ручки красивые кожаные ну сделаны под кожу но не такие нет без черепов все это будет будет мило единороги все дела вот наверное отдадим бак в покраску потому что краска которую мы прошла с вами записывали смотрели так нам краска специально пишет производитель специальная идеальная для окраски мотоцикла сейчас посмотрим я почти уверен что это будет обычный баллон с краской на нем даже не будет нарисован мотоцикл проверим проверим интересно стоит 2000 рублей огромный набор 100 процентов акриловый спрей ни слова про мотоцикл сто процентов акриловый спрей все ничего нету есть есть странная женщина очень красивая получается у нас краска 4 баллона 5 баллона и праймер 3 баллона будем надеяться что нам этого всего хватит 2000 до за все 2000 рублей и 1000 посмотрим как она ляжет на байк до оказалась полной фигней она ложится очень тонким слоем и даже со слоем лака она умирает шарпается и все в этом роде наверное поменяю головной свет потому что мне не очень нравится как светит эта лампа нет это тоже уже новая но она была не сильно дорогой и свет получился такой себе заказал чтобы не сделали крылья вперед зад а где заказал а здесь у местных ребят они вот занимаются крыши вот эти вот делают у соседи можешь посмотреть вот они просто гнут лист и за через него сделают крылья стоит не так дорого лайфхак точнее не лайфхак а предупреждение если вы решите что-то делать такую кропотливую работу и решить отдать ее на аутсорсинг филиппинцам не делаете этого сделайте сами потратите время потому что я отдал сделать проводку и вот вы проводка выглядит вот так всему берку будем право да 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 страны заметил да 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 и of проводов да он ничего не за и не заизолировал то есть это тоже все переберу в итоге сам потому что это сделано откровенно плохо просили они за это очень много денежек но в итоге не денежек не работы никто ничего не получил я не получил закончен работу они не получили деньги вот собственно как то вот так вот у нас получилось он ездит с очень приятным между прочим звуком сейчас мы попробуем вот такой вот у нас получился довольно таки интеллигентный звук соседям не мешают я спрашивал соседи тоже русскоговорящие ночью конечно они выглядывают и пытаются кинуть меня чем-нибудь тяжелым но в целом не мешает не мешает это очень поздно ночью есть я приезжаю и очень долго хочу послушать звук очень нравится так в целом не сильно громко получилось здесь есть мопедисты которые катаются без глушителей звук намного намного сильнее намного неприятней у меня все довольно таки интеллигентно получилось возможно там потом мы варим еще одну сеточку сюда и звук станет еще ниже и по приглушение чуть-чуть собственно так вот расскажи про сиденье сиденье вот мы когда это все варили все это делали немного не угадали с размером я перетянулся сиденье поехал на обкатку байка и вот себе против задним колесом но тоже сейчас уже все переделали все стоит так как надо ничего не цепляет вот наверное на днях поеду перетяну еще раз будет целое сиденье это дермантин сколько обошлось перетянуть перетянуть сиденье обошлось в 300 песо прям совсем недорого понятно если вы захотите сделать себе кожаный кожаный будет на порядок дороже особенно если с каким-то тиснением со всякой такой штукой я не не сильно заморачиваюсь поэтому обычный обычный самый обычный дермантин которому можно обить все вот как так без крыльев тоже не ездить потому что если вдруг пошел дождь а в первый день моей поездки пошел дождь стала очень сильно грязно тоже я у меня вот так вот была ровная полоска грязи и на спине ровная полоска грязи выглядел я забавно но я когда она все высохла выглядел как будто так и надо как будто он очень красивый дизайнерский рисунок сделанный самой природой вот как-то так покажешь как он ездит в движении в движении да покажу нам не сложно вот вещь забыли выключить зажигание аккумулятор да потому что еще никак не зарядиться да звук у него обалденный соглашусь а это получается как декор это вообще это на старой классике делалось в целях того когда у тебя здесь крыло если ты едешь куда-то на дальняк ты вешаешь рюкзак он как бы стоит на крыле привязан сюда тебе на спину ничего не тянет и спокойненько себе едешь еще как спинка ну нет как с рюкзаком ну с мне кажется будет не сильно удобно хотя у меня в моем случае да это только только декор опасный декор потому что случае чего в случае какого-то инцидента такая штука опасная кого-нибудь проткнуть пропагать машину она может ли ну там они разного вида есть есть углом есть прям кругленькие такие там уже как кто на во что гора с рисунками без рисунков что только нету супер будем следить за прокачкой дальше когда придут крылья когда прикрыли руль лодка да и покраситься это все но она живое она ездит как все я уже пользуюсь в принципе вовсю потихоньку полегоньку сама вылезают какие-то маленькие косяки которые приходится либо прям на дороге исправлять либо уже там доезжать до дома и что-то шаманить дома все это собиралось своими руками с минимальным количеством инструмента и до в первый день у меня оторвалась подножка дальше вот там видеть видите наш колхоз на трех арматуре нах одна арматура вот эта дальняя отвалилась была не очень хорошо приварена и собственно когда переключаешься она вся уходит вниз было очень неудобно ну сейчас да сейчас все вот она неделю практически стоит эксплуатируется вроде пока не отвалилась класс так у тебя еще вроде новшества есть да тут из того что я это все собирал у себя на придомовом участке я подумал о чем же копаюсь на жаре ну солнце сегодня жара ужасно я вам потею весь я решил сделать себе навесики вот этот собственно мы сварили пойдем покажем поближе здесь все делается легко из того что дом сделан из пеноблока мы вбили арматуру просто карматуре приварились и вот сделали вот такой каркасик можно конечно сделать как у всех остальных соседей сплошную крышу железную но вот если под нее зайти сейчас вот сейчас прям ярко светит солнце сегодня если мне память не изменит где-то градусов 35-37 там прям жарко будет здесь за счет того что эта сетка она продувается здесь есть тенек в доме стало намного прохладнее сидеть там что эта стена не так сильно греется если помните рабочее место прямо приходит сильно комфорт не стала расскажи по цене сколько обошлось о сами уголки получается навес так уголок стоит 470 песо за 6 метровый жгут вот такой уголок да 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 вот такой вот уголок тоже у нас здесь сколько у нас ушло а вот еще осталось немножко но грубо говоря ушло 18 метров минус наверно вон те полтора два полтора ну да где то где-то метров 15 наверно об сложности у нас ушло на вот это вот все не вам вообще недорого и сам навес ой сам навес я заказывал на лазаде по скидке по большой если не изменяет память это два нет она мне точно не изменяет это два на четыре вот у них две штуки они стоили мне в районе 500 песо обе за две штуки на две не каждая но это была акция там купи один получит 2 точно лазаде бывают такие акции если вы остались собираетесь оставаться надолго акции можно мониторить можно использовать купоны вот вот все будет нормальные скидки бесплатная доставка вот это все вот так вот я повесил факт вам их наверное не видно там мелкие 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 фонарики вечером это все он работает с помощью солнечной батареи выходит здесь все моргается красиво осталось наверное вот там вот потому вот мы сделаем мебель и будет вечерняя зона отдыха когда нет солнышко выйти сесть миска пожарить миску пожарить чай попить может быть что-то покрепче алкоголь зло не пить вот вот так классный классный роман преображается у тебя все явно видно что никуда ты не собираешься филиппин ну судя по всему да не знаю но чем-то заниматься надо помимо работы вы плавание зала и просто сходить куда-то пожрать чем бы дитя не тешилось как говорится не знаю посмотрим может еще чуть придумаем еще чуть построим позовем вас гостя пока покажем но мебель точно покажем потому спасибо спасибо будем наблюдать за дальнейшими изменениями у романа всем спасибо пока пока сегодня нереальная жара приехали от романа и решили сорвать кокосы потому что сегодня страстная пятница 29 марта и на филиппинах все закрыто все палатки все кафешки поэтому будем сейчас рвать кокосы посмотрим здесь неплохие так поднимаемся по лестнице кокосы мы ни в коем случае не воруем собственник этого участка сказал что ребята смело берите кокосы и пейте и ешьте их так аккуратненько разбился вот такой кокосик сорвем штучка четыре рекомендуем этих холодными поэтому сольем жидкости уберем холодильник и в течение дня пить очень полезно все наша добыча пойдем скрывать приступаем скрытию кокоса ну Показался уже. Показался орехом. Посмотрите, уже виднеется мякоть кокоса, поэтому можно открыть ножом и... Слышно жидкость. Приступаем к скрытию второго кокоса. Открыли кокосы. Попробуем. Ммм... То, что нужно в жаркий денек. Еще бы охладить и прям шикарно. Переливаем кокосовое молоко в емкость для блендера. Потом вскроем кокос и мякоть также переложим в эту емкость. Заблендерим, охладим и получится супер! Мякоть отделяется легко. По структуре похоже на желе. Кстати, блендер одно из самых лучших наших приобретений. Так что, если вы живете в Азии и до сих пор не купили, то рекомендуем. Приехали поужинать в корейский ресторан. Ресторан азиатской кухни. Вот так он выглядит снаружи. Сейчас посмотрим, чем нас будет удивлять повар данного заведения. Заходим в ресторан. Красивая атмосфера. Много людей. Всегда, когда мы приезжаем куда-либо в отпуск, мы ели краба. А почему-то в этот раз, живя уже полтора года здесь, мы до сих пор так его и не ели. В общем, решили, что нужно исправлять эту ситуацию и приехали сюда. Выправили мы этот ресторан не случайно. Не только потому, что каждый раз, когда мы его проезжаем, он уничтожает приятные запахи, но еще и в связи с тем, что здесь всегда полная загрузка, что говорит о многом. Кстати, нам уже принесли приветственные комплименты от повара. Все основные блюда. Для тех, кто интересуется меню данного заведения, следующие кадры. Краб, которых мы видели, когда заходили креветки. Можно заказать блюда на компанию. Это то, что едят за соседним столиком. Супы и рис. На самом деле, мы думали, проезжая мимо, что в этом заведении будут не такие демократичные цены. Что нас тоже приятно удивило. Надеюсь, удивит и кухня. Единственное, что, как мне кажется, минус, учит вас, что это ресторан морепродуктов, то, что здесь в меню нет белого вина. Ну, что имеем? Сережа выбирает краба. Этот краб. Что, его будем есть? 600 грамм. 600 грамм. Да, он, из-за того, который побольше. Сколько грамм вина? Да. То же самое, носишь крабов? Да. И сейчас узнаем, сколько побольше краб на килограмм. Ландин. Нет, он, говорит, чуть-чуть побольше краба выбрал, но он сказал, что он мясной. Говорит, лучше вот этого взять. Ну, поверим на слово, потому что здесь постоянно много народу, и я думаю, они уже знают. Нам уже принесли первое блюдо. Это гребешки под сыром, жареный рис с овощами. Сейчас попробуем. Интересно, почему у нас в наборе только ложки и палочки. Нет вилок. Но, возможно, можно попросить. Божественно. Обалденно. Выглядит круто. Вообще супер. Я любитель морепродуктов. И, правда, очень редко их нет. Живя в такой стране, очень классно. Мне очень понравилось. 280 песо стоит такая тарелка. А рис? Рис 300 песо. Но, по идее, он рассчитан на 3-4 персоны. Я не уверена, что мы столько съедим. Точно не съедим. Да. Но двоих это больше, чем достаточно. Вполне. Всем приятного аппетита. Нам принесли короля сегодняшнего вечера нашего краба. Мы попросили отдельно сделать соус. Мне все сразу вместе, чтобы попробовать самого краба. Такая большая мисочка с соусом. Огромная, я бы сказала. Вот такой краб. Да. Сам. С ладошком. И А, горяченный. Горяченный прям. С пылу жара. Класс. Ну что, ты готов попробовать? Да, сейчас попробуем. Но, правда, пока горячий он. Подождем? Чуть-чуть, да. Можно 2 минуты подождать. Ну что, настало его время? Да. Принесли перчатки одноразовые наборчики для вскрытия от панциря. Куда встать мясо? Сейчас попробуем. Вот здесь прям мясо. Но я хочу начать с лишни. нежнейшее мясо. Прям нет слов. Очень вкусно. Он со специями? Нет. Сваренный. Ничего лишнего. Только крабовое мясо. Сейчас попробуем соус. Почему-то напомнило Индию. карри? Да, остренькое. Ну и много-много специй. Разные вкусы прям во рту. Очень вкусно. Рекомендую. Так, ну что, попробую я. Для меня это, конечно, вообще по сравнению с моей рукой это, конечно, вообще большая крышня. Кстати, насчет размеров краба мы как-то в Индии заказали вообще огромного-огромного краба. Сказали, найдите нам самого большого. Нам принесли огромного краба. И он был не очень. Какой же, резиновенький. Поэтому, на наш взгляд, все-таки лучше выбирать крабов не очень больших размеров. Они более нежные. Попробую сегодняшнего краба. Да, пока Света открывает краба по цене 260 песо за 100 грамм. Вот этот краб 650 грамм. Порядка 30 долларов. Так, у меня как-то плохо, по-моему, скрытый крышня, надо я перекусить. Света берет кусачки. Так, сделай это не на своей, да? Оп. Так, ой, у меня получилось. Он такой вкусный, он правда нежнейший. Вот, насколько, мне кажется, может быть нежным мясо краба. честно говоря, он превзошел мое ожидание. Он действительно очень вкусный, даже без специй. Сейчас я попробую с соусом. Пряный соус карри. в меру острый. Даже я, возможно, хотела бы немножечко поострее. Но мы сказали little spicy. И очень вкусный соус. Он подчеркивает вкус краба, действительно, очень подходит к нему. Но, как я уже сказала, этот краб вкусен и без соуса. Тут вообще в этом ресторане вот все, что мы заказали, очень вкусно. Рис с ветчиной, с овощами, с морковкой, с салатом. с яйцом. Очень вкусно. Называется жареный рис. Гребешки. Комплименты от шеф-повара. Все очень вкусно. Желаем всем приятного аппетита. Ну, а мы продолжим есть. Вы представляете, пока мы едим краба, мы принесли еще один комплимент от шефа. Манго на десерт. В общем, этот ресторан нас продолжает радовать. Удивительно. Возможно, потому, что мы все снимаем. Может быть, да. Но, тем не менее, вообще... Молодцы. 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 Да, молодцы. Некоторые могли бы не обратить на это внимание. Но они очень стараются. Это радует, это приятно, это круто. Мы закончили свой ужин. Краб нам обошелся в 1690 песо. Это около 30 долларов. Весь ужин нам обошелся в 50 долларов. Мы очень довольны. Все было очень вкусно. Да. На самом деле я могу только подтвердить два слова. все начиная от комплимента шеф-повара, который нам принесли в начале и до манго. Было очень вкусно. Манго спелейший. Раз уж я заговорила о манго. Вся кухня просто потрясающая. Крабли, гребешки. Я могу только рекомендовать это место и мне кажется, что я уже хочу прийти сюда снова. На самом деле очень приятно выходить из заведения, выходить из ресторана и чувствовать такое вот приятное ощущение, что все было вкусно. Очень услышливый персонал. Они подходили и интересовались. Нравится ли нам еда? Это первое место, где нам рассказали все по позициям счета. Хотя мы не спрашивали, но они не смещали, сказали, вот это краб, он весен столько, стоит столько и так далее, что полная прозрачности. Они, кстати, не включают чаевые, счет. Вы можете оставить чаевые на свое усмотрение. В общем, вместо замечательная, приятная музыка, что тоже редкость для заведений на Филиппинах. Редко, где играет музыка именно в ресторанах, я не говорю про бары. И чтобы это еще была и хорошая музыка, в меру громкая, в меру тихая, в общем, очень приятное заведение. Мы обязательно вернемся сюда снова. Я хочу попробовать другие блюда. Я думаю, Сережа со мной согласится. Согласен. Да, у них еще есть интересные позиции в меню. В общем, наш полный восторг. Все здорово, супер, нам понравилось. Классные. Мы обязательно вернемся сюда еще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.